Неожиданный поворот. Несколько часов назад апелляционный суд Черкасс окончательно оставил под стражей вероятного организатора похищения и убийства журналиста-майдановца Василия Сергеенко. Подробнее Станислав Кухарчук. Перед Черкасским судом небывалый ажиотаж. Десятки активистов пришли на заседание, где должны выносить решение о мере пресечения возможному организатору убийства журналиста Василия Сергеенко. Вы иди, пожалуйста, громко. После того, как 30 мая апелляционная инстанция отпустила Вадима Мельника из-под стражи, в справедливость суда люди уже не верят. Подозренный Мельник, по которому сейчас должно быть принято решение, может быть, не единую нитку, которая может вывести следствие до замовника. Мы очень боимся, что Мельник в том числе тоже может исчезнуть. 4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергеенко похитили из дома и жестоко убили в лесу, недалеко от Корсунь-Шевченковского. Из шести исполнителей преступления полиция задержала четверых. По версии следствия, начальник охраны нардепа Геннадия Бабова Вадим Мельник курировал это убийство. Уже месяц адвокаты пытаются вытащить Мельника из-под стражи. Но пока добились только присутствия своего подзащитного на заседании в режиме видеоконференции из СИЗО. Суды требуют больше полтора года. И, конечно, ездить на них каждый раз. А тем больше, что, смотрите, сейчас две заседания, одни, по заповедному заходу, уже третий день. Мы не живем в Черкасах. Адвокат Мельника пытается убедить судей в отсутствии доказательств против его подзащитного. В ответ прокурор просит служителей Фемиды посмотреть видео допроса одного из исполнителей. Мельника видео ничуть не смущает. Уверяет, исполнителей знал, но ими не руководил. После недолгих дебатов суд удаляется в совещательную комнату. А слушатели на улицу обсуждать возможное решение. Вердикт услышали лишь в самой стойке. Мельника окончательно оставили под стражей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы.